Говорит Черкесск В студии с информационным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В следующем году в стране повысится прожиточный минимум до более чем 14 тысяч рублей. Суд Карачао-Чекеси вынес обвинительный приговор организатору туристической экскурсии на высокогорный ледник Алибек, при обрушении которого погибли две женщины. Еще один современный физико-клитурно-оздоровительный комплекс появится в регионе совсем скоро. И в республиканской столице снесены многолетние аварийные тополи. Первый вице-премьер республики Хазар Чекуев провел заседание правительства Карачао-Чекеси, на котором рассмотрено 15 вопросов. Члены правительства приняли проект постановления о назначении специальных государственных стипендий регионального правительства для студентов государственных бюджетных образовательных организаций среднего, профессионального и высшего образования на текущий учебный год. В частности, назначены 15 специальных государственных стипендий правительства Карачао-Чекеси студентам вузов и СУЗов, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Принят и проект постановления об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета, бюджета муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Кроме того, были внесены изменения в проекты постановлений, касающихся порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, субсидий из оригинального бюджета на развитие мелиорации земель сельхозназначения, а также субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат. Прожиточный минимум в России в следующем году повысится до 14 375 рублей. Кроме того, повысятся доплаты к пенсии, размеры социальной помощи и различные пособия. В текущем году размер прожиточного минимума в стране составил 12 654 рубля, а в июне этого года его увеличили на 10%. В соответствии с постановлением правительства республики от 1 июля этого года, в Карачаево-Чехесии величина прожиточного минимума на душу населения составляет 12 667 рублей, для трудоспособного населения 13 806 рублей, пенсионеров 10 893 и детей 13 201 рубль. Эти параметры будут изменены с 1 января следующего года. Продолжается капитальный ремонт участка автомобильной дороги Майкоп-Карачавск, проходящего через станицу Преградную. На участке продолжительностью 5 километров 800 метров уже завершены работы по отсыпке обочин, очистке кюветов и замене земляного полотна. В настоящее время ведутся работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия дороги и устройству новых тротуаров протяженностью 2 километра. После завершения этих работ установят новое металлическое барьерное ограждение тротуаров и нанесут новую дорожную разметку. Полностью завершить работы по капитальному ремонту участка планируют до конца этого года, а капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачавск от станицы Преградной до границы Краснодарского края будет завершен до конца 2024 года. В Казани прошел пятый отраслевой форум по государственно-частному партнерству, в рамках которого министр физической культуры и спорта Карачао-Черкесии Рашид Узденов заключил партнерское соглашение с компанией «Клеверспорт». Документ предполагает применение их франшизы для строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Черкесске. Общая площадь объекта будет составлять 6000 квадратных метров и включит в себя тренажерный зал размером 1500 квадратных метров, три студии для групповых занятий, детскую студию, детский и взрослый бассейн, а также бассейн под открытым небом, кабинет функциональной диагностики, кафе, 13 бань и саун и территорию спа. В настоящее время аналогичный проект реализуется во Владикавказе. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в скором времени появится в республике. Завершаются работы по строительству нового спортивного объекта в ауле Хабез и уже в предстоящем году он распахнется и дверить для всех желающих. Строительство комплекса стало возможным благодаря социальной программе «Газпром детям». Он будет включать тренажерные и универсальные спортивные залы для игровых видов спорта, волейбола, баскетбола и мини-футбола. Здесь будут проводить республиканские и всероссийские соревнования, ведь условия и характеристики зала позволяют организовывать масштабные мероприятия с большим количеством зрителей. Вместе с тем продолжается строительство фоков в Учкулане, Саритюзе и Станицы Зеленчукской. В Карачаевске ведутся работы сразу по двум объектам спорта. Реконструкция стадиона «Саулук» и строительство первого в регионе Ледового дворца. Общий объем средств, предусмотренных региональному бюджету на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в 2023 году составит более 109 миллионов рублей. Более 57 миллионов республика получит по итогам участия в конкурсе «Регион для молодых» в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Карачаево-Чикесии, реализация которой в следующем году будет осуществляться молодежным центром. Средства будут направлены на создание и развитие молодежного центра, это ремонт и оснащение помещения, создание и развитие корпоративного университета, включающего в себя центр обучения сферы легкой промышленности, то есть визуальное оборудование, обучение программированию, подготовка специалистов IT-сферы и так далее. Еще 34 миллиона регион получит по программе комплексного развития молодежной политики в субъектах страны инфраструктурный блок. Эти средства будут направлены на создание и развитие республиканского молодежного центра. В частности, предусмотрена реконструкция, капитальный ремонт здания общей площадью 880 квадратных метров. Центр будет включать каворкинг пространства с 50 оборудованными рабочими местами для молодежи республики, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а также творческую мастерскую, позволяющую реализовывать интерактивные формы обучения. Кроме того, 18 миллионов получено по итогам конкурса «Росмолодежь» по отбору площадок для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов. Суд в Карачаево-Чекесе вынес обвинительный приговор организатору туристической экскурсии на высокогорный ледник «Алибек», при обрушении которого две женщины погибли, еще одна получила травмы, сообщает Следственное управление Следственного комитета стороны по республике. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, в сентябре прошлого года неподалеку от поселка Дамбай на высоте 2200 метров сошла часть ледника «Алибек». Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новогорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала. Позже власти региона заявили, что обрушение вызвано сильным таянием ледника из-за природно-климатических факторов. Отмечается, что подсудимый не имел права на предоставление туруслуг, а также организовал экскурсию, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей. В пресс-центре ГТРК Карачао-Чекесия составился брифинг «Телефонное мошенничество. Последние уловки и правила безопасности». Управляющий оригинальным отделением Банка России Дмитрий Мещеряков и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Карачао-Чекесии Эмир Булатов рассказали, что телефонные мошенники продолжают осваивать современные методы, в результате которых доверчивое население теряет свои деньги. Отмечено, что в этом году число звонков телефонных мошенников в России выросло в два раза. Дмитрий Мещеряков напомнил, что Банк России не работает с физическими лицами, как с клиентами, и не ведет их счета. Мошеннические схемы постоянно видоизменяются, и в последнее время достаточно популярность стала именно такая, в которой используют информацию о Банке России. Фактически, как эта схема развивается? Поступает стандартный звонок потенциальной жертве, которая является клиентом кредитной организации, то есть какого-то коммерческого банка, и достаточно уверенным, хорошо поставленным голосом на той стороне провода сотрудник представляется, мошенник представляется сотрудником Центрального банка. И информирует потенциальную жертву о том, что в настоящий момент времени совершаются какие-то нетипичные операции с его счетом. Соответственно, в подтверждении этому очень быстро пересылается информация. Информация пересылается либо по электронной почте, либо с использованием мессенджеров. Фактически, информация содержит копию удостоверения сотрудника Банка России, который якобы в настоящий момент ведет беседу с этим клиентом коммерческого банка с потенциальной жертвой. Для чего это делается? Для того, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, и она максимально четко и последовательно выполняла те указания, которые уже мошенник ей, собственно, и обозначает. Хочу абсолютно однозначно сказать, что Банк России не обслуживает физических лиц как клиентов. С одной стороны, соответственно, он не занимается обзвоном физических лиц. Более того, сотрудники Банка России, естественно, не пересылают какие-либо документы кому-либо. Поэтому, если на том конце провода вам кто-то представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, либо Банка России, это, собственно, одна и та же организация, то я предлагаю сразу положить трубку. Если у вас возникают какие-то сомнения, то целесообразно связаться со своей кредитной организацией по номеру телефона, который, как вы знаете, либо на оборотной стороне банковской карты обозначен, либо на официальном сайте кредитной организации. За 10 месяцев текущего года специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачао-Черкеска-Энерго обеспечили электроэнергией 132 объекта на горнолыжном курорте Архиз. Им выдано 6,6 мегаватт мощности. Для подключения новых потребителей к сетям построено около 2 километров линии электропередачи и установлены три трансформаторные подстанции. За счет расширения электросетевой инфраструктуры необходимый объем мощности выдан новым гостиницам, домам и базам отдыха. К станции сотовой связи и спортивно-оздоровительному комплексу. Всего за отчетный период в филиал поступило 180 заявок на технологическое присоединение к сетям новых объектов, строящихся в горнолыжном поселке. Запрашиваемая суммарная мощность составила 12,7 мегаватт. В рамках импортозамещения обновлен парк спецтехники промышленного предприятия «Кавказцемент». На завод прибыли 4 единицы новой техники, 2 новых «Белаза» для работы в карьере, фронтальный погрузчик и бульдозер. Обновление техпарка – одно из важных направлений программы по импортозамещению в компании, включающего закупку оборудования из дружественных стран. Крупно-тоннажные «Белазы» 75-47 идеально подходят для работы в трудных горных условиях. Самосвалы груза подъемностью до 45 тонн и объемом кузова 26,5 кубометров выдерживают большие динамические и статические нагрузки в условиях бездорожья. Они отличаются повышенной надежностью. Порядка 20 огромных многолетних тополей снесли в столице республики преимущественно по заявкам жителей. Накануне шесть таких деревьев ликвидировали на Ставропольская, 15. Надо учитывать, что тополь относится к породии мягколистных деревьев с неплотной древесиной, а значит, легко поражается гнилями. Деревья имеют огромную крону с большой массой, и все это делает его опасным, подверженным падением. На некоторых тополях принято проводить кронирование, удаление верхней части дерева для облегчения кроны. Ну и в заключение новости спорта. В Кисловодске прошли чемпионат и первенство Старопольского края по тэквондо. Спортсмены Карачаичи Кеси пополнили копилку республики наградами различного достоинства. Призерами в своих весовых категориях стали Амур Би Гаджаев, Наурус Джанкиосов, Артур Каркмазов, Амир Тлявичев, Амир Чочаев, Амир Хачиров, Денис Лепшоков, Иляс Бархеев и другие. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, в горах местами плюс 5-10, в центральных районах Карачаево-Черкесии местами высокой степени пожароопасности 4-го класса. В республиканской столице без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 14. Таковы некоторые события республики. Новостной блог провела Рита Нерова.